Здравствуйте! С вами Крым Реалий и я, Катерина Некречи. Это программа о том, что происходит в Крыму. Сегодня в выпуске. За что Царёв обиделся на Януковича? Эксклюзивно из крымского тайника. Обещали Януковичу до последнего момента, что всё будет хорошо. Кто застраивает лечебный курорт в Евпатории? На замах, конечно, сделать лучше, чем сочинская набережная, которая олимпийская. Хиджаб вне закона. Почему миграционная служба заставляет мусульман раздеваться? Сфотографируются совершенно ногой. Крым – тайник для беглецов. Бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-нардэ под партией регионов Вадим Колесниченко и экс-командир роты Беркута Дмитрий Садовник. Это лишь несколько человек, которые официально скрываются в Крыму от украинских правоохранителей. С нами согласился встретиться Олег Царёв. Говорит, что живёт в Крыму по-царски. Почему он обиделся на Януковича и кто парится в его бане? Сейчас узнаете. Олег Царёв легко соглашается с нами встретиться. Мол, охотно общается с журналистами, никому не отказывает. Он сбежал в Крым в 2014-м, живёт в собственном санатории в Ялте. Бывший украинский политик приглашает в рабочий кабинет. В шкафы иконы, повсюду флаги так называемых ЛНР, ДНР и Новороссии. Обращаем внимание на руке элитные часы швейцарской фирмы Улисс Нордан. Говорит, он человек богатый. Купил их примерно за 30 тысяч долларов. В Украине Олег Анатольевич Царёв объявлен в розыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Делом занимается Генпрокуратура. Царёва обвиняют в том, что в апреле-мая 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост президента Украины, он участвовал в собраниях пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призывал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с использованием средств массовой информации. А вот те самые призывы, с которыми он выступал в мае 2014-го. Принятие актов о независимости Донецкой и Луганской народных республик. Подписание союзного договора ДНР и ЛНР с вынесением на всенародное обсуждение проекта Конституции Федеративной Республики Новороссия. Обращение к братскому народу России с просьбой об оказании всемирной помощи от фашистской агрессии. Этот санаторий в центре Ялты достался политику меньше, чем за миллион долларов еще при украинской власти. В прошлом году российские власти полуострова предоставили семье Царевых три санатория под реконструкцию и три в аренду под инвестпроекты. На правах аренды Царевым досталась и птицефабрика. Но крымский бизнес у бывшего украинского депутата не пошел. Царев скучает по семейному дому в пригороде Днепра, в котором он не был уже три года. Подозревает, там творится что-то незаконное. Сейчас бойцы батальона «Айдар» используют для своих мероприятий, таких как баня, женщины и все остальное. Мы поехали проверить, кто развлекается в доме Царева. На воротах символика батальона «Айдар» – заброшенный бассейн, в доме потолок без светильников. Три года назад областная администрация пустила сюда пожить переселенцев из Донбасса. В этом доме сейчас проживают около пяти семей, люди в основном из Донецкой области. Хороший, свежий воздух, для детей полезно. На данный момент типа санаторий. В холодное время года здесь постоянно никто не живет. Сергей рассказывает, обслуживать усадьбу дорого. Девять гектаров территории здания в четыре этажа. Царев считает свой дом образцом экономии, правда, советской. Дом, который мы вместе с отцом строили своими руками, он сделан по проекту и журнале «Наука и жизнь». Это был самый дешевый способ в пользе проекта. В Ялтинском кабинете Царева много фотографий с Виктором Януковичем. Говорят, расставил их здесь только ради шутки. С бывшим боссом не общается. Цареву не нравится позиция Януковича-ответчика в судебном процессе по расстрелу на Майдане. Будучи свидетелем со стороны Беркута, солдат-галиционеров Беркута, то есть он должен был свидетельствовать в их пользу, заявил о том, что их действия, насилие, не всегда были законными и так далее. Это люди защищали страну, делали то, что должен был делать ты, не говоря о том, что защищали его лично. Беркут лично Януковича не защищал, а обеспечивал правопорядок, утверждает адвокат, экс-президента в деле по Евромайдану. И приглашает Царева поучаствовать в суде. Только один политик пришел в суд и под присягой дал показания. Это четвертый президент Украины Виктор Янукович. Больше ни Олег Царев, ни действующее руководство государства не были, присягу не давали и показаний также не давали. Сергей Левочкин почти четыре года возглавлял администрацию Януковича. В январе 2014-го стало известно о его отставке. Причину так и не назвал. Спустя три года после расстрелов говорить о законности действий Беркута не хочет. Я считаю, что действия Беркута в 2014 году должны оценивать не политики, должен оценивать суд. Сам Беркут – это абстрактное название. Конкретные люди, если они совершали преступление, должны отвечать по закону. Вместе с тем я хочу вам напомнить, что погибло почти 30 бойцов этого Беркута. Надо дать ответ, от чьих пуль они погибли, на каком основании. По мнению Царева, Януковича подставили западные партнеры и политтехнологи Пола Манафорта. Того самого, который позже возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа. Люди, которые контактировались с Манафортом, обещали Януковичу до последнего момента, что все будет хорошо. Америка его не бросит. Днестар Шуфлич, бывший соратник Царева, с теплом вспоминает коллегу, передает ему привет и подтверждает, что Янукович сотрудничал с Манафортом, и у него были американские лоббисты. У него было американское лобби в лице Левочкина, в том числе, Манафорт, который был ярым сторонником евроинтеграции. Поэтому предположить, что у него были консультации с Соединенными Штатами, я могу. Манафорт точно работал. Янукович проиграл, потому что политическая игра была не его уровня, говорит бывший вице-премьер. У Царева крайне мало шансов вернуться в большую политику, говорит политолог. Мол, его взгляды электорат уже не воспринимает. Пока он пребывает в статусе сбитого летчика, то есть политическим трупом его не назовешь. Олег занимает такую достаточно токсичную позицию. Увы, все-таки для него подавляющее большинство хочет видеть Украину, все-таки проевропейскую и независимое государство, которое не является сателлитом Российской Федерации. Бывшие однопартийцы говорить о беглеце-цареве категорически отказываются. Цареву? Я вообще не комментирую высказывания и действия людей, которые сбежали из страны. Потому что я считаю, что они сбежали и сделали свой нравственный выгод. Царев в Крыму чувствует себя гостем, поэтому хозяев крымские власти не критикуют. Нет у него и ответа на вопрос, при каких условиях Крым вернется в Украину. Антон Наумлюк, Анжелика Руденко, Александр Шевченко, Сергей Псарев для Крым Реалии. Евпатория – лучшая детская здравница. А местные лиманы с лечебными грязями известны всей Украине. Местные власти решили воспользоваться популярным курортом. Нашли инвестора, который готов вложить 100 миллионов долларов в комплекс у моря. Обещают построить набережную не хуже, чем в Сочи. И лучший в Крыму туристический комплекс. Местные жители категорически против застройки пляжа, но их никто не спрашивает. В конфликте разбирались мои коллеги. Этот забор для местных был как гром среди ясного неба. Появился он месяц назад неподалеку от пляжа поселка Заозерное вблизи Евпатории. Что тут планируется, местные не знают. Никаких общественных слушаний не было. Нас об этом никто не предупреждал, что их стройка будет. Никто не предупреждал. И никто не спрашивал у нас. Мы ближайший район Лимановка. Мы здесь живем рядом. И нам не все равно, что будет около нас. Разрешение на строительство фирма «Застройщик» только оформляет. Хотя подготовительные работы уже начала. Возмущенные местные жители обратились к чиновникам и выяснили, что тут, на площади в 22 гектара, планируют построить новый жилой комплекс под названием «Аква-Ефатория». Вот проектный план. 13 восьмиэтажек. Это отели, медицинские заведения, рестораны, дома. И все это построят вокруг Лимана с лечебными грязями. Это вообще беспредел. Это же лечебное озеро. Это как это людей лишить этого озера. Это Ефатория решила, народ они спросили, поселка. Это, во-первых, должен народ решать. А не они. Они все за деньги продают. Эти 22 гектара земли еще 10 лет назад взяла в аренду фирма «Ривьера». Собственником предприятия был житель Днепропетровщины. Землю ему отвели под строительство аквапарка. Но в прошлом году фирму «Ривьера» купила севастопольская группа компаний «Парангон» вместе с арендованной землей. И планы изменились. Это обустроенный водоем с зеленой территорией, что в итоге сформирует полноценный парк в поселке Заозерное. Это строительство отеля, планируемая его категория по звездности 4. Строительство медицинского современного комплекса и крытого банного комплекса даст возможность продлить сезон и привлечь туристов в межсезонье. Группа предприятий «Парангон» – известный севастопольский застройщик, связанный с семьей экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Учредители управляющей компании – это 4 фирмы, и все зарегистрированы в офшорных зонах. Пятый учредитель – жена Лебедева Людмила. С компаниями семьи Лебедевых связано немало скандалов в Крыму. Последний – в заповедном урочище Ласпи. Фирма «Агат-А», которая тоже входит в группу «Парангон», имела украинское разрешение на строительство пансионата. А вместо него возвела элитное жилье – вот эти две многоэтажки. По данным экологов, тогда вырубили много краснокнижных деревьев на сумму 31 миллион рублей. У «Парангона» есть только план застройки, а разрешения на строительство возле Заозерного у компании еще нет. Но покупателям уже активно рекламируют квартиры в новом комплексе и обещают им, что первую очередь построят до конца 2019 года. Проект застройки согласовала подконтрольная Кремлю Евпатерийская мэрия. Застройщика обязались сделать инвестицию – обустроить набережную стоимостью больше 700 миллионов рублей. Это доступность пляжа. И то, что пляж мы не трогаем, пляжную полосу. Второе – то, что у нас появляется большая набережная, инфраструктура прогулочная, скажем так, променадная, с современной инфраструктурой. Замах, конечно, сделать лучше, чем сочинская набережная, которая олимпийская. Мэр города уверяет, местным не из-за чего волноваться. По условиям проекта лиман с целебными грязями будет открыт для всех. В мэрии считают, имели полное право не обсуждать проект с людьми. Если мы действуем формально, букве закона, то в данном случае нам публичные слушания не нужны. Мы не меняли целевое назначение, мы его назначали, наделяли земле свободного назначения, придавали им тот или иной статус. Вот только активисты утверждают, статус земли все-таки был изменен. На кадастровой карте только в 2016 году появилась отметка о том, что участок возле лимана предназначен для среднеэтажной застройки. А до этого на официальной карте Заозерного с 2012 года обозначалось, что это участки для рекреации, для аквапарка и для объектов общественного назначения. Я был против этого, это уже не первый раз было разговаривано. Я сам себе и желудок подлечил, мазал, и ногу я повредил, здесь работал, повредил ногу, я тоже мазал, у меня все разосалось. Во-первых, здесь купаются, здесь рыбу ловят, здесь собирают полезные травы. Евпаторийские лиманы известны своими целебными грязями. Застройщик заказал экологическую экспертизу частной фирме и теперь утверждает, что этот водоем не может даже называться лиманом и не имеет лечебных свойств. По результатам экологических изысканий относительно водоема, расположенного на нашем земельном участке, были сделаны выводы экспертами о том, что данный водоем является природно подтопляемой территорией. Он не входит в перечень озер, он не является паспортизированным водоемом и тем более не является лечебным лиманом. Местных насторожило то, что эту экспертизу проводила фирма из Подмосковья, а не крымские специалисты. К тому же, по данным российского регистра, эта фирма вообще находится в стадии ликвидации. Первое. Где государственная экспертиза предполагаемого проекта застройки? Второе. Где общественные слушания, которые нужно было провести еще в момент выбора земельного участка, до его предоставления? Третье. Почему вдруг, судя по словам общественников, вот те грязи, которые использовались много веков, можно сказать, они в лечебных целях людьми использовались, вдруг они оказались вредными? После того, как местные жители взбунтовались, мэрия согласилась провести общественное слушание. Застройщик также пообещал отдать пробы грунта на экспертизу сакским специалистам по лечебным грязям. Но местные уже успели обратиться к своей землячке, депутату Госдумы России Наталье Поклонской, которая выросла в соседнем селе. Теперь Генпрокуратура России проверит, как выделяли землю и как согласовывали проект застройки. Александра Славина, Антон Наумлюк, Владимир Нестайко для «Крым. Реалии». Заставляют фотографироваться без одежды. Так оценивают требования к оформлению документов в Украине крымские мусульманки. Почему они восстали против государственных служб? И что немецкие мусульманки советуют украинским депутатам? Смотрите далее. Село Новая Гребля в Винницкой области. Сюда после аннексии переехали 35 семей крымских татар. Ленара показывает свой праздничный хиджаб. Вот, смотрите, вот это шарф, который я одеваю, когда мы куда-то, допустим, выезжаем. А вот платки ее семилетней дочери. Вот в таком виде, допустим, я собираю свою дочь в школу. То есть мне подбирают ей цвет. Летом четыре девушки оформляли свои первые паспорта – современные ID-карты. В нескольких паспортных столах области им запретили фотографироваться в хиджабах. Хиджаб – женская одежда, которая закрывает тело с головы до ног. Согласно религиозным предписаниям, эту одежду обязаны носить мусульманки. Чаще всего термин «хиджаб» используется для определения традиционного платка, полностью закрывающего волосы, уши и шею. Лицо остается открытым. Крымчан, новость шокировала. Женщина, которая исповедует ислам, не может снимать платок. Любую женщину, неважно украинскую, любую гражданку, гражданку Украины попросят сфотографироваться совершенно ногой. Вот настолько же неприемлемо для мусульманки быть сфотографированы на паспорт без хиджаба. В миграционной службе Украины объясняют, что руководствуются законом и исключений для хиджабов в нем нет. В соответствии с государственным стандартом Украины 1994 года не допускается фотографироваться на документы в любых головных уборах. Любая одежда, надетая на голову, не допускается. Девушкам из Винницы все-таки вклеили фото в платках, но уже в другой области, Херсонской. В миграционной службе нам объяснили, что этого делать не имели права. И теперь паспорта мусульманок могут признать недействительными. Адвокат Лиля Гимеджи живет в оккупированном Крыму. Специально для мусульманок работают такие магазины традиционной одежды. Здесь можно купить платья, шарфы, платки и украшения. Лиля говорит, что именно из-за ГОСТа 1994 года в украинском паспорте у нее фото без хиджаба. А вот российское законодательство разрешает фотографироваться на документы в платке. Поэтому в российском паспорте Лиля с покрытой головой. Хоть оформляла его не без проблем. Если это был сотрудник, скажем так, местный, крымский, то, соответственно, все фотографии в платках, они зарубались прямо на корню. Им не подходил процент лица, который был открыт. Им не подходил формат какой-то. То есть были различные формальные надуманные причины. Загранпаспорт в Украине выдается по международным стандартам ИКАО. Но фото на документ регламентируется государственными нормами, тем же ГОСТом 1994 года. А в нем ни слова о религиозной одежде. В Украине можно будет сфотографироваться на паспорт в хиджабе, если вместо ГОСТа примут международные стандарты. Для религиозной одежды там свои требования. Лицо должно быть видно. Вот такие фотографии запрещены. Вот такая приемлема. Элина родилась в Берлине, в турецкой семье. Для нее фото на документы такая же формальность, как и для любого немца. По моему мнению, это нормально. Так должно быть. Головной платок для женщин-мусульманок является частью их идентификации. Я считаю, что лицо человека можно распознать по глазам. Ошибиться невозможно. На каждой фотобудке инструкция. У нас в Германии есть четкие критерии для фотографий на паспорт. Женщинам разрешено оставаться в хиджабе. Главное, чтобы ее платок не бросал тень на ее глаза. Ни кап, при котором не видно лицо, носить не разрешается. То, что в Украине официально запрещено иметь паспорт с фото в хиджабе, правозащитники называют дискриминацией. Власти призывают изменить законодательство, уравнять госстандарт с международными правилами. Такие вопросы, к сожалению, пока не решаются позитивно, поскольку существует нормативная база, не законодательная. Это государственные стандарты технических условий, которые были приняты еще в 1994 году. И они абсолютно морально устаревшие, и они нормативно устаревшие. В Европе для фото на документы мусульманки могут оставаться в платке, если видно подбородок и лоб. А что касается ношения хиджаба в общественных местах, каждая страна может вводить собственные запреты. В Германии в таком виде запрещено приходить на работу учителям и чиновникам. Офисные компании могут ввести свои ограничения. Работодатель имеет право запретить хиджаб, но только, только если этот запрет в рамках общего запрета ношения любых символов принадлежности к вероисповеданию или политическому убеждению. Маленькая Миреем еще только в первом классе, а у нее уже целая коллекция хиджабов. А какой ты больше всего из себя хочешь платок? Черный. Хочу себе с шарфиком. Анастасия Бабкова, Оксана Евдокимова и Павел Холодов для Крымреалии. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С вами были Крымреалии и я, Катерина Некречия. До встречи уже через неделю.